Всех приветствую на своем канале. Этот обзор будет посвящен моему юбилейному заказу в Эфраше по бланкам. В середине 2011 года, то бишь в 2011 году, я впервые начала заниматься Эфраше. И вот мне, ну может быть где-то месяц назад, пришел на электронный ящик бланк заказа. Вообще, в принципе, пришло еще кодовое слово в течение месяца, действующее в интернет-магазине. И я подозреваю еще, наверное, бумажечка, хотя я реагировалась именно как в офлайновском магазине в мае. Ну, в общем, суть такая, что 5 лет, как я занимаюсь Эфраше, и мне пришел такой вот очень интересный бланк, где в подарок шла косметичка за быстрый заказ, и можно было что-то выбрать из 10 продуктов по цене около 3000, максимальная цена. И я очень давно хотела одни духи, которые у меня, в принципе, есть миньки на ролике, но у меня все что-то душила жаба. Извиняюсь, я тут чуть в глазу ковыряюсь, как я буду пересматривать это видео, потом, в общем, что-то мне попало в глаз. В общем, там были скидки. Заказ я делала в основе, частично рассчитанный на поменяшки, потому что обещала кому-то девчонок эти самые поменяшки. Ну, на самом деле, я столько всего приволозгла из Беларуси, и у меня столько всего, в принципе, есть, и Эфраше, и Гринмама, и Эйвана, и прочее, прочее, прочее. И еще даже с подарка Аленке, привет тебе, если смотришь меня, с нашей последней встречей, посвященной, в общем, году моего канала, да, канала в роли бьюти-блога. Поэтому я даже не знаю, в принципе, у меня на поменяшке теперь есть что-то, но на что меняться, я вообще понятия не имею. В общем, перехожу, пожалуй, к своему заказу. Это были шампуни, я точно не помню цену, то ли два по цене одного, но в основном там были большие такие хорошие скидки, распродажи, то ли как-то один в половину цены, ну, в общем, я не помню, откровенно говоря, бумажку, я бумажку уже не знаю, куда делала. И курьера я сегодня ждала что-то очень-очень долго, но на самом деле я сделала заказ еще до Белоруссии, и в день, когда мне надо было учить Белоруссию в Ярославле еще, и мне позвонил курьер, и оказалось, что обычно во вторник, допустим, названивают, да, в среду напоминают, и в четверг оно приводится. Оказывается, оно за меньше чем сутки долетело от Москвы до Ярика, и уже было в пути в Углич, и мне позвонили, узнали, вот буду ли я дома, но я сказала, что узнаете, вообще-то вы как бы звоните, вот то, что я перед этим говорила, чтобы не повторяться. И мы в результате перенесли нашу с курьером встречу на сегодняшний четверг, но обычно заказ привозится где-то самое позднее, в 2 часа дня, а в результате тут где-то около 4, и я почти весь день, вот, буквально весь день сидела, ждала этого курьера. В общем, все доставилось мне в целости и в сохранности, ничего нигде не пролилось, ничего не помялось, и коробочка была чуть больше, чем обычно, чем классическая. В общем, эти шампуни я себе заказала, мне кажется, два по цене одного, они мне очень нравятся, хоть они теперь русского изготовления, тут, в общем, продукты и русские, и французские получились, я люблю свою планету, экс-шампунь, он мне очень нравится, хотя моим друзьям, кажется, или не подходит, ну, не всем, в общем, именно вот этот шампунь не всем подходит, из моих знакомых, друзей и родственников. Ну, вот этот мне очень нравится шампунь, допустим, я один оставлю себе, а один я оставляю на поменяшке. Потом, вот таких тоже 2 шампуня, я знаю, что такой шампунь очень нравится Женьке, но они тоже уже сделаны в России, после встретия живут 6 месяцев. Вот этот вот, кстати, это серия, там еще геды для душа, молочко для тела и жидкое мыло, мне они нравятся, они пахнут таким, немножко горчат, это шампунь с гомомерисом нежный, и тут 300 миллилитров, кажется, должно быть, да, 300 миллилитров. Ну, и в общем, я не знаю как, но, может быть, я что-то оставлю себе, может, что-то оставлю себе в подарок, Женька, подарок я уже придумала, может быть, это оба пойдут в поменяшки. Вот эти 2 чудесных лосьончика, это очищающий лосьон против прыщей, 150 миллилитров пюрсистем. На самом деле, я его использую не против прыщей, ну, может, он, конечно, и помогает, там, против прыщей, не знаю, но я его пользую просто, мне вот такой штучки хватает где-то на 9-10 месяцев. Такой гелеобразный, жидковатый такой гелик, и я его использую просто как молочко увлажняющее. Он мне очень-очень нравится, он у меня закончился, мне чуть-чуть задушила жаба, а тут 2 по цене 1, в общем, ну, конечно, цены подросли на него, но получается, что каждый флакончик мне обошелся в 205 рублей. Это я оставляю исключительно себе и брала про запас, и вот буду им пользоваться, а второй год ждать своего часа. Вот эти две чудесных пенки, вообще, одну я покупала в подарок своей сестре на день рождения, у нее в сентябре будет, я помню, что как только я начала пользоваться и фрашей заниматься, так она мне, когда у нее было день рождения, я спрашивала, что она хочет, она говорила, что именно эту пенку. Это, кстати, сделано во Франции, и вот это, кстати, тоже, в отличие от шампунев, которые произведены уже в Рашке. Это пюркамиль, очищающий гель для лица, 200 миллилитров, в принципе, он хороший, но вот я его не очень поняла, ну, я особо косметикой не пользуюсь, но он действительно помогает, там все загрязнение удаляет, но там малюсенькая капелька, его настолько долго хватает, у моей сестры что-то чуть ли больше, чем мне на полгода, на 9 месяцев где-то, наверное, потому что, допустим, у нее в сентябре день рождения, когда я на 8 марта, помню, пыталась подарить такую же пенку, думая, что вот, ну, ей она нравится, и вот угодит человеку, она сказала, что у нее еще тогда была, это еще сохранилось. В общем, она очень экономичная, хорошая, ее надолго хватает, и, в принципе, одна идет у меня в подарок сестре, одна идет по меняшке. Ну, я, соответственно, вам такую ответку советую. Еще два кремика, у меня тоже два по цене одного, они сделаны, на удивление, во Франции, хотя мне как-то попадалось в российский такой год назад крем, очень нравится мне, очень нравится Женьке, вообще хороший такой универсальный крем, что-то у меня с глазом, извиняюсь, это, в общем, Кюр Камиль, нежный крем для лица и тела, 125 мл, очень классный для лица и тела, нежный крем, действительно, и он у меня идет оба, наверное, в поменяшке, потому что у меня, кстати, срок годности до мая 2019 года, и 6 месяцев после скрытия. У меня еще есть крема, который мне подарила Аленка, которые вообще у меня там, не знаю, просто крема какие-то, и еще вот этот мой, свободы, гель для лица. В общем, кремов у меня больше, чем нужно даже. И еще вот я заказала тогда просто попробовать, потестировать, не знаю, или в поменяшке, или себе оставлю, просто для сравнения, потому что у меня такие именно маленькие, 200 мл были масла и гаммажи этой серии, которая заменила Близир Натур. Это у нас, кстати, сделано в России, а те у меня были французские. Просто чисто сравнить, качество и как оно, отличается чем-то или нет. Это гель для душа и ванны, малина и мята. У меня тут масло для душа, малина и мята, еще не открыто и даже не пользовано, или даже я не помню масло ли у меня там, или скраб. Из той серии я что-то очень мало что в этот раз открывала, но у меня все стоит в запасах. Ну а это вот 200 мл, кажется, 149 рублей и сделано в России. После вскрытия 12 месяцев хранится. И сроком он у нас до марта 2019 года. И подарки этого, конечно, уже вот этот вот нейроли, секрет эссенции, парфюмерная вода, 10 мл. Все еще с такой же печаточкой, как у меня на Икрашевском Ирис Нуаре было и на что-то еще подобном из этой серии. Оно, кажется, тут даже как-то прищито. Сейчас я это вскрою. Я его специально не открывала. Кстати, такой флакончик интересный, будто бы он двухслойный этот, эти духи. Но на самом деле просто снизу чуть-чуть такое белое и высветляется уже кверху. Классический такой флакончик для этой серии, секрет эссенции, роли, парфюмерная вода. Да, такой. Ой, я не туда щелкнула. Приснула у меня. Очень классный аромат, он мне очень нравится. Он для меня похож на утро в саду, если у Ифраше цветок апельсина, кажется. Чем-то вот таким вот, есть что-то такое общее. Причем я очень рада этому подарку. Весь заказ в основном был из-за него. Ну и в довеске у меня косметичка, я ее еще не вскрывала. Также, как и все остальное, я сейчас просто оставила, чтобы перед камерой вскрыть. Тут оно заклеено в пакетике таком. И на самом деле я не помню, что там за косметичка была на картинке. Ну, сейчас вот здесь узнаем. Вот она тут слегка вскрыта. Довольно интересная, можно сказать, небольшая такая сумочка. В общем, классная косметичка. Вот здесь вот кармашек. Сейчас мы его с вами проверим, затестим. И, в общем, этот кармашек как-то на всю вот эту сумочку. Так вот идет. Можно, значит, полностью забить эту подкладку. У меня еще упала какая-то бумажка. Так, и вот здесь у нас, видимо, как отделение. Это не знаю, для чего это вообще. Ну, в общем, можно в косметичку, так поняла, положить вот сюда, допустим, да, отделение. И вот сюда что-то. И еще вот этот кармашек, который полностью на всю площадь сумочки идет. Резиночка. Как не знаю, для чего. Ну, если вы знаете, можете написать в комментариях. Вот здесь вот такая леночка. Довольно интересная, кстати, косметичка такая, необычная для Эйфраше. И вот так она закрывается. Вот. Вот такая косметичка. Сказать честно, у меня очень много всяких разных косметичек. И в основном фрашерских, конечно. Но, я не знаю, может, это кому-нибудь пошлю в поменяшки. Может, кому-то подарю. Может, оставлю себе. В общем, вот такой у меня обзор. Ну, там, соответственно, еще была макулатура от Эйфраше. Там что-то станете, посадите дерево. Еще какое-то там приглашение подруги. И какой-то просто каталог я не листала. И оно у меня частично уже утилизировано. В общем, я заказала, соответственно, два крема. Две пенки для умывания. В поменяшки у меня пойдет в среднем три шампуня. Пенка для умывания и два крема. И если там кто изъявит желание, или человек, как отца Наташа, 1980 год, то по нику, если это тебя заинтересовало, то можешь написать мне в личное сообщение ВКонтакте или в комментариях. В общем, если вы досмотрели до конца этот обзор, и он был вам полезен, интересен, я на это надеюсь, потому что мне очень нравится Ифраше. Я хотела бы, чтобы больше людей любила Ифраше. И, в общем, я очень рада, если вы досмотрели до конца. И пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока.